Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела показать вам тканевые покупки, которые случились у меня в январе 2021 года. Вообще не планировала, честно сказать, ничего такого покупать, у меня в общем были швейные планы, но как-то вот праздники внесли свои коррективы. Началось все с того, что в конце декабря я нашла канал девушки, ее зовут Юлия, оставлю я все ссылки, все оставлю в инфобоксе, так что проверяйте, там все смотрите, там все есть. Вот, в общем я нашла канал Юлии, начала смотреть ее видео, последовательно там все по порядку, то не потому что про одежду, про стиль, в общем мне вся эта тема, конечно, интересна, раз я сама шью. Вот, и в общем в одном из видео на Юлии была очень красивая блузка, и я прям влюбилась, ну покупать, конечно, такую я бы не хотела, а вот в принципе сшить что-то похожее можно. И значит стало нужно прям срочно найти какую-то ткань, которая сюда подойдет. Вот, конец декабря, уже вот по-моему это было то ли 29, то ли 28 число, я понимаю, что в принципе, наверное, все магазины уже потихоньку сворачивают бурную деятельность, хотя вы знаете, вот по себе могу сказать, что как раз вот в эти дни почему-то особо хочется покупать ткани. И я тогда написала вот в один интернет-магазин и написала в другой интернет-магазин. В одном мне ответили сразу, в другом продавец говорит, я с вами потом свяжусь. И в общем связались со мной уже числа, наверное, 3 января, и сказали, что для вас еще актуальна эта ткань. А вы знаете, вот честно, прошла уже практически неделя, уже вот это праздничное настроение, оно немножко подутихло, и мне уже не так интересен этот отрез, там мне уже не нужна особо эта ткань. То есть тогда у меня была идея, был задор, в общем, это я все к тому, что интернет-магазинам, наверное, накануне Нового года прям надо успевать, пока покупатели в покупательском настроении, потому что потом настроение проходит, и уже как-то вот, ну, такие вот клиенты, как я, они как-то немножко теряются, так скажем. Вот, ну, в том магазине, где мне ответили, что да, ткань в наличии, я, в общем, заказала, и уже 30-го числа ткань ко мне ехала. Вот сейчас я вам это все дело буду показывать. Это вот такой вот отрез, ну, практически не просвечиваю, ну, слегка-слегка он просвечивает, наверное, просто за счет того, что светлый. Это отрез крепдышина, если я не ошибаюсь. В составе здесь вискоза и ацетат, или шелк и ацетат, вот тоже уточню, ну, я все на экране всегда пишу. Вот, в общем, это такой вот блузочный, слегка шершавенький материал, он немножко тянется, он, ну, совсем громулечку просвечивает, то есть, если, например, шить из него платье, то нужно делать на подкладке. Для блузки, в принципе, подкладка не нужна. Он пластичный, мягкий, красиво, конечно же, драпируется, и там было таких несколько оттенков, был голубой, был розовый и еще какой-то. В общем, ну, мне, поскольку нужен был именно молочный, я вот его взяла. Вообще, на самом деле, считаю, что это такая большая удача, было так быстро найти нужный материал, это прям судьба и знак. Потому что мне, во-первых, надо было, чтобы это была молочная ткань, чтобы она была тонкая, подходила на блузки. Я хотела, чтобы она была такая шершавенькая, креповая, матовая, то есть, не блестящая, шелковая, да, вот именно матовая. И чтобы, ну, цена была приемлемая, потому что, как-то, знаете, там, за дорого брать неохота, за дешево. Ну, я готова была купить полиэстер, но у меня есть такая похожая блузка, полиэстерная. Она меня выручает во множестве всяких образов, потому что, ну, как бы, будучи светлой, подходит, в принципе, ко всему. Но она уже все-таки, ну, полиэстерная, уже есть такая. В общем, я решила, думаю, надо поискать что-то, вот, может быть, с вискозой в составе. И прям, у меня такое ощущение, что эта ткань сама меня нашла. Не знаю, как будет с цветопередачей, но я буду еще, наверное, снимать какие-то... У меня тут вторая камера стоит, на которую я звук записываю. В общем, вот, снимать какие-то вставочки из вид... Ну, такие коротенькие, эти маленькие видики, что как эта ткань поближе себя ведет. В общем, очень приятная. Мне понравилась цена. У нее была около 1000 рублей. Ну, в принципе, я думаю, что для вот такой вот итальянской вискозы или там что-то у нее там шелк... Я помню, точно там есть ацетат. Вот ацетат я запомнила. В общем, для такого состава, для итальянского материала, я думаю, это еще, ну, неплохо. Как бы, учитывая, что это не распродажа, что там этих тканей было много, метраж хороший, и я просто пришла и купила. Кстати, все ткани, которые я вам показываю, я покупаю сама. То есть, я ни с каким магазином не сотрудничаю, никого не рекламирую. То, что я говорю, я действительно так думаю. От души, что называется. Вот. Дальше. Наступил Новый год. Я как-то немножко вот успокоилась, заказав эту ткань. Думаю, ну, все, это будет моя первая покупка Нового года новых тканей. Будут шить блузку. Потом, значит, было уже четвертое, пятое где-то число. Салатики были съедены, все подарки были уже распакованы. Поскольку у нас на Ямале в этом году очень холодно. Ну, вы знаете, я так говорю, очень холодно. На самом деле, для севера России, для Ямала холодная зима, это нормальная зима. И когда у нас теплая зима, вот это странно. А когда стоят минус 35, минус 40, это как бы, ну, я считаю, что это естественно. Потому что мы живем около полярного круга, как бы, когда тут по-другому, это как-то уже подозрительно. Так вот, в этом году у нас, знаете, в середине декабря просто морозы даванули. И даванули так, что было минус 45, минус 50. И особо ты ни по магазинам не погуляешь, там, ни куда-то, там, даже вот на елку, там, мы когда ездили, чтобы сфотографироваться, были, по-моему, минус 45 были. И вот в те дни, и это был чуть ли не самый теплый день, там, из всех. Ну, в общем, холодно. Это я к тому, что все удовольствия перекочевали в интернет. И, как бы, вот интернет-магазины с тканями я решила навестить на новогодних каникулах, просто посмотреть, что там продают. Ну, вдруг там что-то хорошее, вдруг там какие-то распродажи или еще что-то. И есть у меня тоже вот один магазин, Санкт-Петербургский. Я там в прошлом году заказывала тоже, знаете, как целую такую посылочку капсульных тканей, из которых можно создать такой целый комплект. То есть я тогда юбку сшила, жакет, и еще искусственная кожа у меня лежит, потому что я никак не решу, что из нее шить сарафан или брюки, или, ну, в общем, что-то, что-то вот из этого, из этих двух выбираю. Раньше хотела еще платье, но поняла, что из искусственной кожи платье я не... Ну, я не думаю, что это прям такое достойное вложение времени и сил. Ну, исключительно, по-моему, я все-таки думаю, будет жарковато, как-то неудобно здесь, некомфортно. Поэтому вот мы либо брюки, либо такие свободные, либо вот какой-нибудь сарафанчик или юбочку. Вот. В общем, зашла я в этот магазин. Что я отметила, что цены там стали выше. Вот я брала год назад, и как-то все цены поднялись. Не знаю, может быть, я давно не заходила, или, может быть, это как-то, не знаю, связано с новогодними праздниками. В общем, я зашла в папку распродажа, и на распродажу усмотрела себе пальтовую ткань. Вообще не хотела я покупать пальтовую, но она стоила... Да, вы уже видите, какой это цвет. В общем, она стоила всего 1000 рублей за метр, при том, что это, ну, как пишут, итальянская пальтовая ткань и 100% шерсть. Честно говоря, когда вот пишут, там, Италия, там, или какие-то страны, в общем, я не сказать, чтобы верю, но и не верю. То есть я эту информацию принимаю к сведению, но это просто информация. То есть не значит, что это будет правда, хотя и не значит, что меня обманывают, как бы, ну, такое себе. Если не ты сам эту ткань делал, ты, не знаю, ну, не можешь там, мне кажется, как-то знать, что это на самом деле. По крайней мере, я вот человек, который просто обычно шьет, он не занимается закупками, там, через мои руки проходит не так много разных материалов, чтобы я прям, вот знаете, сказать, уже поднаторела в этом. Поэтому, если производитель, там, или продавец, точнее, не производитель, а продавец, пишет, что это Италия, ну, я верю, что это Италия. Так что вот, итальянская ткань, 100% шерсть, 3 метра, вот такого яркого цвета. Но это не мандарины. Мне кажется, мандарины, они посветлее. Это какой-то терракот. Вот, в общем, он такой очень теплый оранжевый, такой красновато-оранжевый, но в жизни это прям, то есть это оранжевый, может быть, где-то какой-то красный, там, есть пигмент небольшой, но в основном это вот такая вот ярко-оранжевая история. Я раньше избегала такого цвета, потому что он у меня, знаете, ассоциируется с униформой американских заключенных, но у них она прям светло-оранжевая. А тут он такой, знаете, как немножко в черноту где-то уходит, то есть такой, вот знаете, когда вот эти круги есть и там показывают, как в цвет добавляют, например, белый пигмент и получается разбеленный желтый, разбеленный красный, а это, наоборот, когда добавляют черный пигмент и такой немножко дарк-оранж получается. Вот это вот такое дело. И я подумала, что, в принципе, ну, почему бы и нет, как бы за 3000, ну, то есть 3 метра я взяла, вышел отрез на 3000. Ну, подкладку, да, какую-то. Я, кстати, хотела купить подкладку, но у них кончилась та, которая прям сюда тоже идеально по оттенку подходила. Вот. Да, один из минусов вот этого магазина в том, что у них, то, что в папках там лежат какие-то ткани, не факт, что они там все будут в продаже. То есть надо прям спрашивать. У меня частенько такое бывает, что я там выбрала что-то, скидываю заказ и мне пишут, вот этого нет, этого нет. Ну, как бы да, к этому надо быть готовыми, так скажем. И сразу искать замену. Например, я вот уже, когда скидываю заказ, я говорю, так, мне вот это, если этого нет, тогда вот это, а если этого нет, тогда вот третье. В общем, ну, вот такой вот отрез ткани. И вы можете видеть, что он опять с таким небольшим, как бы, вот блеском. Опять же, кто меня давно смотрит, знает, что я уже связывалась с пальтовыми тканями, с ворсом и вот этим блеском. И осталась не очень-то довольна. Потому что, когда ты паром проходишься по ткани, чтобы ее обработать, ну, вот это влажно-тепловая обработка, плюс, когда мы утюжим, да, швы, срезы, там, разутюживаем, например, что-то, блеск пропадает. И ткань выглядит уже не так роскошно, этот влоск уходит, она становится просто матовая, пушистенькая. Тоже, конечно, красиво, но уже не так. И, в общем, у меня два пальто было из такого материала. Первое пальто, я когда шила это, вот я прям там и долго шила, и мне потом не понравилось, потому что я кроила по ворсу, и, соответственно, какое-то все, знаете, белесое. То есть эффект, вот когда вы из бархата шьете, и бархат же шьется ворсом как бы, то есть не по ворсу, а против ворса, чтобы цвет был глубже. А я сшила, ну, это же пальтовый, это же не бархат, в общем, я сшила по ворсу, и оно какое-то белесоватое получилось. Это пальто, конечно, я его носила, но без особой там как-то такой любви. Думала, что, знаете, когда сшила, думала, ну, может быть, влюблюсь. Нет, не случилось этого. Следующий отрез, я тогда два сразу покупала, я кроила как бархат ворсом вверх. Но там другая была история, там вообще икрой пальто был такой трапециевидный, расклешенный, и оттенок такой сиреневатый, в общем, тоже я его поносила какое-то недолгое время, но тоже не влюбилась прям вот настолько, чтобы кайфовать каждый раз, когда надеваешь эту вещь, и так потихоньку тоже перестала носить. И вообще зареклась на будущее брать вот эти пальтовые с коротким ворсом и блеском, потому что блеск может пропасть. Ну, за 3 тысячи, знаете, взяла, знала, что может пропадать, взяла. Думаю, ну, рискну. Да, он пропадает. Пропадает блеск, я тут на кусочки попробовала на каком-то, может быть, даже вот на этом, нет. Короче, на каком-то уголочке я уже попробовала поутюжить, блеск уходит, остается просто такой вот яркий оранжевый цвет. Ну, думаю, ладно, я к этому морально была готова. В общем, пока не знаю, какой фасон шить. Возможно, это будет что-то в стиле, вот опять Макс Мара, вот это их айкон-код. Может быть, это будет просто пальто-халат, ну, такое что-то вот. Она, видите, мягкая такая, вот прям видно, мне кажется, что она очень пластичная. Ну, действительно, такого халатного какого-то направления, материал, да. То есть он вот такой вот. И мне почему-то, я вот люблю, знаете, когда ты в пальто закутываешься, и оно вокруг тебя вот этими складочками, этими драпировочками как-то вот находится. Ну, вот такой вот, такая вот покупка. Еще, знаете, взяла, потому что, ну, как бы недорого стоит, и такой яркий оттенок, вот, скажем, задорого покупать такие вот оттенки, мне немножко жалко, потому что неизвестно, полюбишь ты потом эту готовую вещь, не полюбишь, как это все будет. Все-таки непривычные такие оттенки, и, ну, не повседневная будет одежда. Там, кстати, есть еще такая коралловая. Коралловая, по-моему, пару лет назад была вообще там цветом понтоном, какой-то там супер популярный. Ну, вот я так на ту еще посматриваю, на кораллово-розовую, думаю, ну, ну, не знаю. В общем, не знаю. В комплект к этой рыжей я взяла еще вот такую вот зеленую. Ну, кстати, даже не знаю, правильно передается или нет. На самом деле она такого елочного зеленого оттенка, без синего подтона, просто теплый темно-зеленый цвет. Хорошая, довольно такая костюмная толщина. Она, по-моему, не тянется. Такая в рубчик немножко, да, она не тянется. Я взяла ее 3 метра. Ну, 250 рублей, мне кажется, располагает к покупке большого метража. При том, что прям по ней видно, что она такая плотненькая, знаете, хорошенькая. Из нее можно и брюки, и жакет сшить. И я, наверное, вот 3 метра взяла с мыслью, что, может быть, сшить брюки и жакет. Либо сшить платье вот с такими юбками миди, как я люблю. С какими-то, может, длинным рукавом. Тут, может быть, с каким-то декором, с драпировками. Но вот здесь такая плотность и такая упругость, что мелкая сборка смотреться не будет. То есть здесь надо, если делать складку, то она должна быть, вот, знаете, как одна такая встречная складка ножницы на лифе. Вот, что-то такое. Я, кстати, на Wildberries давным-давно видела коллекцию платьев. Они, причем, там стоили очень недорого, потому что это, ну, такой полиэстер, в общем, масс-маркет. Я сохранила себе картинку, если найду, вставлю. В общем, там вот как раз такая красивая вот эта вот встречная складка на груди. И я думаю, надо сшить. И вот, когда увидела эту ткань, думаю, в принципе, она подойдет. То есть она габардиноподобная. Вот по ощущениям, по плотности. Плюс у нее в составе шерсть. Ну, и вот такой красивый темно-зеленый оттенок. Я вообще давно хотела какой-то себе такой купить, но не попадался. Вообще, я поняла, что цветная шерсть, это она либо дорого стоит, либо ее быстро-быстро раскупают и не успеваешь купить. И думаю, что будет интересный комплект. Значит, вот такая вот ярко-оранжевая верхушка. И внизу что-то вот такое вот зелененькое. Мне кажется, он не сказать, чтобы сильно весенник этот комплект был. Мне кажется, он такой всесезонный. В общем-то, и на осень будет нормально. Ну, на весну тоже можно, в принципе, почему нет. Мне кажется, вот этот ярко-оранжевый, он классно на фоне белого снега бы смотрелся. Какой-то такой вот заснеженной природы. Ну, тогда надо пальто шить на утеплителе. Ну, я как-то не знаю, хочу я шить на утеплителе или нет. Потому что это все равно добавляет в верхней одежде толщины этот утеплитель. И иногда, да, хочется, иногда вот хочется именно вот, чтобы вот эта пластика сохранялась. Чтобы оно было такое вот уютненькое, мягонькое. И тогда как-то без утеплителя хочется шить. Не знаю, еще подумаю, девчонки. Честно говоря, я пока точно какие-то вот, ну, как-то выкройки не подбирала. Потому что предвкушаю. Просто смотрю. Вот, на это все дело пока что. Думаю, чтобы как бы лучше сшить. Ну, вот, не знаю, то ли. Наверное, вот из зеленой все-таки. Как вы думаете, что лучше сшить? То есть платье или костюм. В принципе, для жакета она подходит. Но это такой будет, знаете, как вот костюмный жакет. То есть не слишком толстенький. Просто такой жакет офисный. Я такое не особо, мне некуда такое носить. Вот в чем дело. То есть сказать, чтобы там, если бы я в офисе работала. Мне как-то более практичны платья. Потому что ты надеваешь платье, сверху накидываешь пальто. И пошел куда хочешь. Вот. Как только ко мне приехала эта посылка. Вот это два отреза. Я, значит, ну, написала, что да, все пришло. Большое спасибо. Ничего в этот раз не перепутали. Потому что в прошлый раз там у нас они с адресом напутали. И в другое почтовое отделение ушло. В общем, в этот раз говорю, все, отлично, спасибо. И что-то меня вот, думаю, ну, что-то вот какую-то незавершенность я какую-то чувствую. Пошла, в общем, еще. Посмотрю, посмотрю, что-то вот, что-то меня манит, что-то тянет туда. В общем, я заказала еще в этом же магазине буквально там через пару дней комплект. Но это, я не знаю, это вот проекты такие странные у меня. Комплект черных материалов три. Это ткань, которая называется Оксфорд. Давно про нее слышала в интернете. Это плащевка. Водонепроницаемая, влага, воздух, ветра непродуваемая. Обычная, просто черная плащевка. Она как-то вот так выглядит, знаете, как под искусственную кожу. Ну, вообще, как клеенка. Тут прям даже видно такая, знаете, перфорация. Вот. Ну, было написано, что это Оксфорд. Стоила она сущие копейки. Стоила она Оксфорд. 120 рублей метр. В общем, ну, приятная цена. Мне она нужна была в качестве базы. То есть, я придумала сшить пуховичок. Ну, такое пальто стеганое. На синтепоне, на Альпалюксе. И с верхним слоем из пайеток. Началось все с того, что увидела у них в альбомах пайетки на бархате. И я такая, вау, бархат. Я же хотела себе шить бархатный пуховичок. А если сделать его, ну, не просто вот бархатным, а взять этот бархат с пайетками. Это же как круто будет смотреться. Блестящее, все такое нарядное. И как-то вот эта мысль трансформировалась, трансформировалась. И потом я так подумала. Ну, в принципе, бархат, он будет промокать. Может продуваться. Думаю, наверное, лучше сделать на какой-то вот основе из непродуваемой, непромокаемой ткани. А пайетки, чтобы были просто сверху. Но поскольку таких плащевых тканей пока нет. В общем, я решила заказать отдельно пайетки на сетке. Вот сейчас они начнут сыпаться. Я уже предвкушаю, как я буду шить эти. Они тут помельче. Но видите, они прозрачные. То есть, это сетка. Оно как бы так неплохо тянется. Хотя я рассчитывала, что за счет вот того, что пайетки так мелко нашиты, сетка тянуться не будет. Но она все-таки сохраняет эластичность по поперечной как бы нити. Я как хочу. То есть, я выкраиваю детали из пайеток. Я выкраиваю детали из Оксфорда. Накладываю их друг на друга. Придется проложить несколько таких горизонтальных строчек, чтобы сфиксировать их между собой. Иначе просто длинная деталь и пайетки будут провисать. Вот чтобы не провисало, надо закрепить хотя бы вот здесь, наверное, в области середины проймы. Потом где-то чуть выше талии. Потом где-то в районе бедер и внизу. То есть, ну, вот четыре там линии такие широкие, да, можно. В общем, будет вот так вот простегать. Получаются пайетки поверх черного Оксфорда. Вот, ну, как-то так это будет смотреться. Вообще, там было много оттенков этих пайеток. Были там красивые золотые, зеленые, синие, несколько красных. Серебристых тоже два оттенка. Но я решила, что черные как-то смотрятся, мне кажется, самое благородное. Вот у них и сияние, они такие более скромные. Ну, не знаю, почему-то мне показалось так. Плюс к черному легче подбирать компаньоны. Даже вот этот же самый Оксфорд, да, то есть мне же нужна была как бы задняя часть для пайеток. И вот если у тебя разные по цветам, будет некрасиво. У меня так лежит один отрез голубой с пайетками, сетка с пайетками голубая. И там такой сложный голубой оттенок, что я вот уже сколько лет ничего из него сшить не могу, потому что просто я не могу подобрать фон, который бы там хорошо смотрелся. А вот если бы я взяла белый или черный, то я думаю, таких сложностей бы не было. А вот с голубым трудновато. Ну вот поэтому я взяла такое вот дело, черненькое. Пайетки стоили 500 рублей за метр. Честно говоря, не самая демократичная цена. Мне кажется, что дороговато, учитывая, ну вот, что они просто на сетке, такие тоненькие, полупрозрачные. Если, например, из них шить платье, а у меня они вообще плательные. То есть их надо обязательно на подкладку на какую-то ставить, или брюки там тоже ставить на подкладку. Я вообще хочу сказать, что вот если вам скучно и хочется какой-то яркой вещи сшить, брюки обычные, спортивные, ну вот как вот на широком поясе, просто такие прямые, со сборкой, как они, ну типа пижамные брюки из пайеток. Это, я не знаю, я вот целый год дома ношу, и даже эти пайетки сваливаются, и это так поднимает настроение, что я даже, честно говоря, думаю, надо купить еще этих пайеток, или вот может отсюда останутся, еще одни брюки сшить, и уже на улицу в них ходить. Мне кажется, это было бы вообще классно. Вот, прям. Ну может просто я такой, знаете, как сорока, любитель вот этого всего блестящего. Ну а почему нет? Ну вот ходят же люди в спортивных брюках по городу, да, а и ничего, нормально. Раньше вот нам казалось, что спортивные брюки, это как-то не очень, а сейчас вполне себе. Может и пайетки когда-нибудь станут такими же везде распространенными и популярными. Было бы очень хорошо. Так, и третья моя посылочка, тоже маленькая, я как-то, видите, по два, по два. Ну тут было три отреза, тут я взяла еще просто черные подкладки, но я у нее уж так особо не показываю. Единственное, что хочу сказать, я сейчас стала брать подкладку вискозную, потому что она, как мне кажется, меньше шуршит, но что-то это шуршит не меньше. Но она просто такой, знаете, средней плотности, она неплохой пластичности. Некоторые полиэстеровые подкладки, они такие упругие, они как-то вот, мне не нравится их пластика. Я шила сначала, когда вот только, ну, начала шить верхнюю одежду, я сначала покупала полиэстер, потом полиэстер с вискозой, потом вискозу. И вот сейчас, если есть возможность взять вискозу, я беру вискозу. А если есть возможность вискоза с эластаном, то вообще шикарно. Вот прям, в общем, если вдруг вам где-то на распродажах будут попадаться подкладки с вискозой, покупайте и мне ссылочку киньте, где такие подкладки со скидками можно достать. Потому что я прям, ну, подкладка всегда нужна. Потому что ты даже вот берешь пальтовую ткань, да, и вот, ну вот я вот эту оранжевую взяла, и теперь мне надо к ней подкладку подбирать. Ну вот из своих каких-то закромов буду это все дело доставать. Вот. И третья посылочка. Она у меня была такой компаньонской с подружкой. Мы вместе объединялись, она там себе трикотажные материалы заказывала, а я упала ей на хвост с отрезом искусственной кожи. Я вообще товарищ, который к искусственной коже относится двояко. Мне вроде бы нравится на других людях, но сама я не знаю, как это будет комфортно, некомфортно, удобно, неудобно померить. Мне ее особо негде, чтобы вот, ну, как-то на себе почувствовать. В общем, у меня из искусственной кожи есть брюки, такие прямые, ну, просто прямые брюки длиной 7,8. Я их, кстати, с удовольствием все вот, весь 20-й год носила. Есть у меня бежевая юбка, про нее даже видео было, оставлю ссылочку. Она такая очень женственная, такая скромная. Тоже носила, но поменьше, чем брюки, как бы, не знаю, почему так получалось. Ну, в общем, все. На этом мои познания в области искусственной кожи заканчиваются. А, еще баска была, но не считается за полноценную вещь. Все началось с того, что в конце, в 20-м году мне подружка, моя Наргиз, связала два чудесных кардигана. Один вы сейчас можете видеть на мне. Вот такой вот он красивый, ажурный. А второй был в видео про выкройки, такой бордовый красный. И они оба длинненькие такие, то есть они закрывают хорошо бедра, как, знаете, как туники по длине. И я к таким кардиганам, ну, как бы, планировала вообще я их носить с леггинсами. У меня там еще со студенчества лежали черные леггинсы плотненькие, как брючками сделанные. И я планировала вот их так носить. Когда, значит, кардиганы ко мне приехали, я достала эти свои леггинсы и посмотрела, что они уже, ну, представляете, это я студенткой была в 2009-2010 годах, то есть столько лет прошло, и эти брюки, конечно, уже выглядят уставшими. И просто вот с такими красивенными кардиганами как-то, знаете, не очень это все дело красиво смотрится. Я тут еще покупала, слушайте, пуговицы прям, видите, как они со сваровскими кристаллами. То есть, ну, прям, прям такой диссонанс. Я решила попробовать сшить сама леггинсы кожаные, потому что мне кажется, что вот кожа на контрасте с таким вот пушистым, пушистой шерстью, это, по-моему, махер. В общем, если кому-то интересно про кардиганы, я оставлю ссылочку на страничку Наргиз. Вы там у нее сможете это все посмотреть. Она какие-то посты про это делала, ну, или на крайний случай там спросить в директ. Как там, что, где, какие, ну, в общем, все вопросы, все нюансы. Так вот, мне кажется, что вот такие вот махеровые вещи, пушистенькие, они хорошо смотрятся с кожаным, гладким низом, с чем-то таким вот строгим. Ну, не строгим, может быть, а даже немножко брутальным. И я заказала искусственную кожу. Но это не просто искусственная кожа. Она еще на флисе. То есть, она внутри такая как пушистенькая, такая бархатная. Но у этого флиса тоже есть направление. Поэтому эту кожу надо кроить так, чтобы, когда надеваешь леггинсы, да, нога скользила по ворсу. Иначе просто будет сопротивление. Тяжелее будет их натягивать. В общем, так что, да, тут надо обратить внимание. А так, в целом, вот такой вот кусочек, девчонки, я не знаю, как это будет в носке. Он, в принципе, тянется, но не слишком сильно. Я не знаю, как это будет на прокол. Вообще, проблема с искусственной кожей всегда в том, как игла ее прокалывает. Не оставляет ли дырок, не растягиваются или не разрываются потом эти швы. У меня был случай, когда вот я черные брюки свои шила в прошлом году. Игла прокалывает. И видно, что между двумя слоями черного какой-то белый слой. И вот этот белый слой, он вылезал наружу. И потом в итоге у меня вот шов. И вдоль шва такие белые точечки. Я просто взяла черный фломастер и закрасила это все. Ну, а что делать? Как бы по-другому никак. Потому что я иглы меняла. Я там и для кожи иглу ставила. И для трикотажа иглу ставила. И обычную, и микротекс. Вот все, что у меня было в арсенале, я все перепробовала. Ну, никак не поддается. В общем, потом просто фломастером закрасила. И ладно. Так что не знаю, как вот это все дело себя будет вести в жизни. Как это будет тянуться, как это будет шиться. Но я надеюсь, что когда сошью, я расскажу про этот опыт свой. Мне кажется, это будет интересно. Такое видео. Я сделала пробник уже из там другого трикотажа. Выкрыла, примерила, ушила там, как мне надо. И все это распорола обратно. Потому что, ну, как бы вот по этим теперь пробнику. То есть я буду прикладывать не выкройку, а вот детали того пробника. И, в общем, так вот буду кроить эти леггинсы. Потому что, ну, тут вот других вариантов я, честно говоря, не знаю, как шить искусственную кожу. Все, в принципе, говорят, что ее надо очень точно выкраивать. И потом, чтобы не пришлось там ничего нигде срезать, перешивать. А уж тем более не расставлять. То есть если прокол иглы, он может сделать дырку. И эту дырку потом вы ничем с кожи не уберете. То есть один раз прошили, все, и так оставили. В общем, это интересный проект. На мой взгляд, интересный, любопытный. В принципе, и вот я буду девушкой с кожаными лосинами. Ну, если все получится. И поскольку просто один отрез искусственной кожи как-то заказывать было неинтересно, там еще был такой материал, который назывался Купра. Замшевый такой вот у ткани. То есть как бы такой вот тоненький материал. Что-то похожее я когда-то покупала. Это называлось рубашечная замша. Ну вот вискозная. Вискоза с полиэстером. По-моему, 70 вискоза, 30 полиэстера. Не знаю, тут видите, изнанка такая гладкая. Все это дело шуршит, конечно. Но оно довольно такое пластичное. То есть это такой плательно-рубашечный материал. Ну, еще как вариант, мы просто вместе с подружкой эту посылку распаковывали. Она сказала, что можно, ну, курточку, то есть вот как использовать, знаете, для... Ну, как вместо плащевки, да, то есть шить какой-то либо легкий тренчик. Я, кстати, вот ту рубашечную замшу, когда покупала, похожую очень на этот материал, я как раз на этот легкий тренчик хотела использовать. И вот из этого тоже, в принципе, можно сшить, мне кажется, такой пуховичок за счет вот этой бархатистой такой персикового... Эффект персика. Он такой, как немножко пушистенький, такой градиент цвета. То есть где-то потемнее получается, да, где-то посветлее такой вот. В общем, благодаря этому персиковому эффекту, мне кажется, пуховичок из этого материала тоже будет очень такой модный, красивый. Еще, если он такой дутенький будет, прям прикольно. Я брала вообще на платье. Брала три метра, и, честно говоря, вышло это больше тысячи рублей. Так немножко мне жалковато, потому что, ну, я рассчитывала, что это не будет, во-первых, так шуршать, как оно шуршит. И что изнанка не будет похоже на плащевку. Она прям такая, вот знаете, ну, как дюспа, там, я не знаю, какие-то вот плащевые материалы. Теперь я не знаю, какое платье из этого получится, и вообще получится ли, и стоит ли шить из этого платье. Может быть, знаете, стоит попробовать, да. Если здесь такой состав, вискоза 70%, в принципе, это должно быть дышащим, легким. А за счет вот этой странной фактуры, оно будет необычно смотреться. То есть, как бы, я уже думала, тоже какие-нибудь пышные рукава тут сделать, какая-то необычная юбка. То есть, такое, знаете, дизайнерское платье, сложно сочиненное. Ну, вот, думаю. В общем, это самый такой неоднозначный материал из всех моих покупок, поэтому я пока, пока не знаю. На этом с тканями все. Еще, еще хотела вам показать маленькую посылочку с Алиэкспрессо. Это помпон мейкер. То есть, делать помпоны. Есть у меня идея сшить беретку, еще одну, там очередную, и сделать эту беретку с помпоном. Тут вот разные размеры. Получается вот такой размер. Вот такой. Ну, мы вот желтенький пробовали, он получается довольно такой маленький размер. То есть, тут есть еще вообще совсем малюсенький, такой зеленый. Вот. Такой совсем зеленый. И есть вот, ну, в общем, меня больше интересуют два вот этих. Вот голубой и розовый. Большой такой. У меня охота беретку с крупным таким помпоном. Хочу попробовать, не знаю. Посмотрим, что получится. Покажу, если что-то получится. Ну, вот, кстати, наверное, эту беретку к тому вот оранжевому хулиганскому пальто, мне кажется, вот какая-то беретка будет очень так в тему смотреться. Потому что, ну, вот к пайеткам, к черным, да, если это будет пуховичок или как это, пальто стеганое. Тут, кстати, про пайетки я не сказала. У них, видите, еще вот кромка такая довольно широкая. Наверное, сантиметров 8 широкая кромка у пайеток. И она сетка с люрексом. Мне вот очень нравится, когда пайетки пришивают не просто на ткань, а на ткань с люрексом или трикотаж с люрексом. Потому что тогда материал лучше блестит. Сами пайетки блестят и между ними вот это пространство, оно тоже заполнено таким легким деликатным блеском. Думаю, что это хорошая такая идея делать. И, в общем, есть тут еще кромка. Если что, можно будет даже как-то эту кромку использовать. В общем, по поводу этих помпонов еще хотела сказать, что я хочу попробовать сначала крупный. Потому что, когда мы делаем помпон, его там, ну, я смотрела видео, надо так филировать красиво, срезать там лишние торчащие хвостики. И он немножко уменьшается. Я тут на одном порепетировала. Так что, вот думаю, наверное, попробую вот этот самый большой розовый. Ну, если что, можно вот, в принципе, такой маленький. Но меня вообще больше вот этот розовый интересует. Так что, надеюсь, если все получится, то тоже покажу, что из этого вышло. Все, девчонки, вот такое вот было видео. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за внимание. Я была рада снимать это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok